Поехали! Продолжаем разговор. И высшая я-сказительница Марина Макарова. Сегодня необычный вариант подачи информации в виде сказа. И мне интересно, на самом деле интересно, насколько этот сказ до наших зрителей и слушателей дошел, насколько он уложился и какие, может быть, есть непонятные термины и слова, чтобы нам было за что уцепиться и о чем поговорить. Потому что между собой мы с Мариной в любой момент можно связаться, можем поговорить просто так, но хотелось бы в данном случае с вами пообщаться, наши дорогие слушатели и зрители. И вот здесь такая первая реплика была, когда-то читала. Геннадий написал. Какие же все-таки разнообразные у нас эфиры. Вчера червячки, а сегодня провеликий род. Да, Геннадий, именно так. Жизнь, она многообразна. Где-то и червячкам место есть, а где-то и к роду необходимо обратиться. Так что вот так вот я предлагаю, подключайтесь и давайте обсуждать. И вот от Анжелы Шемшур вопрос. Личина – это что? Облик, лицо и кто, как это понимает? Хороший вопрос. Вот эта связка Личность, личина и лик, собственно, описывает как раз то, о чём вся наша передача сегодня, то, чему она и посвящена. А Личность – это проявление собственного «я» в человеке. И вот это «я» – это его глубинное состояние. Личина – это то, как человек проявляется в обществе, как он проявляется в жизни, как он контактирует с людьми. Так или иначе, какие-то личины или маски ещё, может быть, кому-то более понятно, человек одевает. Ну, к примеру, когда человек общается в семье, у него вот эта личина домашняя, он может быть отцом, сыном, мамой, кто какую роль несёт, тот такую маску и одевает. Как только человек из дома вышел, какую он личину одевает? Он прохожий, он покупатель в магазине, он доходит до работы, он становится сотрудником или начальником, если повезёт. То есть это те роли, которые человек играет в различных жизненных ситуациях. И хочешь, не хочешь, а вот эту маску человеку так или иначе приходится одевать, потому что выстраиваются разные отношения, и в этих отношениях он должен себя представить как некую роль некого героя. Но вопрос в том, что в эти маски некоторые люди так вживаются, что забывают о том, что это всего лишь маска. И обращение к самому себе в этом случае у человека прерывается. Вот смотрите, утром встаёшь, смотришь на себя в зеркало. И вот вопрос, это я или не я? Что ты видишь в зеркале? Ты видишь отражение, ты видишь тело, и ты видишь глаза. Когда ты смотришь без зеркала просто на себя, ты видишь руки, ты видишь ноги, тело, и ты себе говоришь, это моё, это мои руки, это мои ноги. А чьи мои? Вот когда я смотрю в зеркало, я говорю «я», а когда я смотрю на тело, я говорю «моё». Вот тут интересный момент открывается, что я — это не тело, и я проявляюсь по-разному. Вот это проявление «я» в мир и есть личины. В том случае, если человек не помнит о своей очень высокой сути, о сущности своей. То есть вот в сказе мы упомянули, что два источника, которые составляют сущность человека. Первый источник — это ма, которая дарит ему плоть и душу. и род, который ему дарит часть своего духа, вот этот самый лик и ум. И вот эти все четыре части, они в человеке присутствуют. Какой из этих частей мы себя осознаём, как «я» и как Личность, и что из них, собственно, является нашей сутью? Ну, если методом исключения. Вот убрать тело, остаётся душа, дух и ум. Вот это вот, как мы назвали в сказе, сопь или сущность, содержание, то, что внутри находится. А тело — это внешнее какое-то его приспособление для того, чтобы в нашем материальном мире можно было как-то действовать. То есть сущность вместе с телом становится существом. И вот это существо адаптируется уже в мир, начинает действовать через личины. Но лик несёт часть духа прародителя. Там как раз и заложена программа развития, программа движения вперёд, программа движения в правильном направлении. Это вот тот ориентир, та ось, относительно которой человек выстраивает свою жизнь правильно. Но если ты забываешь, что сущность твоя — это вот этот лик, божественный дар, и ты начинаешь ассоциировать себя с телом или просто даже с этими масками-личинами, то всё, ты теряешь ориентир, ты теряешь не просто вот эту путеводную звезду, ниточку, связь с высшим началом, ты просто попадаешь вот в карусель, как вот описана река, путь в никуда. Ты будешь кружить, 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 и не понимать, почему твоя жизнь какая-то вот бестолковая, бессмысленная, происходит всё время что-то, а результата какого-то удовлетворения, радости от этого в полной мере ты не получаешь. А не получаешь, потому что не твой путь. Тебе дано наставление, тебе дано напутствие рода, что делать, а ты о них позабыл. Вот и получается, что человек вместо лика застревает в личинах. Вот такой понятия. Давай тогда ещё уточним. Облик, лик, личина, лицо. Вот если вот так вот буквально понятно, что личина то, что на себя одевает, и в них может застрять. Но теперь по полочкам. Облик, лик, личина, лицо. Лицо. Ну, это физиологическое, то, что у нас есть, часть тела. А облик – это уже образ, которому мы следуем. То есть это не физиологическое понятие, это уже понятие состава нашей сущности. И вот когда облик соответствует напутствию рода, он становится ближе к лику. Человек светлым обликом становится. То есть всё его внешнее выражение, как мы видим человека со стороны, мы же видим не только тело. Мы так или иначе, но воспринимаем вот эту какую-то внутреннюю составляющую, которая и есть облик, образ человека. Идём дальше. Стеша, вопрос в эфир. А что есть Творец? И являемся ли мы Творцами своей реальности? Ну, вот как раз вот эта мысль здесь и прослеживается, что Творец, род-прародитель, творит мир, творит какие-то определённые условия для нашего развития и отправляет нас вот в эту дальнюю дорогу с определённым напутствием, что ты двигайся, ты свободен, ты можешь сделать свой выбор. Ты совершенно не связан ничем, но для тебя есть условия. Если ты следуешь моему замыслу, замыслу Творца, и не разрушаешь этот мир, а способствуешь его развитию, я же его сотворил, я хочу, чтобы ты, как моё рождение, продолжал моё дело, продолжал ту идею, которую я сюда вложил. А идея какая? Развивать жизнь, ладить, доправить её. Мы в первой беседе это проговаривали, основные элементы начала, что есть ма, что есть род, как они взаимно увязаны и что происходит, когда они совместно действуют. И, собственно, здесь и проявляется этот момент, что у человека предоставляется право выбора и право самому стать либо Творцом, вот этим самым Азом, и стать Ликом. У нас же хорошо, достаточно чётко описано, что если человек выполнил программу, за род, встал родом и Лик свой высветил, то он станет позади прародителя, он помощником его станет, то есть станет со-творцом. И вот это ключевой момент, что в зависимости от того, как ты себя ведёшь, какие ты делаешь ежедневно, ежеминутно какие-то выборы, насколько близок ты к высшей горней правде, насколько точно ты совпадаешь с тем напутствием и тем вектором, который задаёт род, тем больше шансов, что ты действительно станешь сотворцом, ты будешь творить реальность. Именно эта задача и транслирована человеку, именно за этим его и отправляют в это путешествие. Развивайся, вырасти из вот этого зарода во что-то существенное и встань рядом с отцом. Известная поговорка «Сказка ложного ненамёк, кто познает тем урок». Вот в данном сказе что это? Инструкция по жизни, как действовать? Или это краткое описание того, что происходит? Или может быть, что-то ещё здесь заложено? Вот по моему ощущению подобное изложение очень многослойное. То есть вот всё, что ты перечислил, там есть. То есть описание мира, да, безусловно, мы имеем. Описание человека, конечно, это достаточно точная схема, скажем так. Инструкция, ну да, напутствие, рода. То есть у тебя есть определённая возможность, определённый набор инструментов. Пожалуйста, вот тебе инструкция к этим инструментам, что с ними надо делать. И тут же ещё и наказ. А для чего, в принципе, эти инструменты предназначены? То есть суть и смысл твоей жизни, твоего воплощения, твоего движения. Это подсказки. И причём вот это право выбора, которое там предоставляется за роду, как раз таки и даёт возможность человеку проявиться в собственной воле. Это не жёсткая инструкция, что вот иди туда, делай раз, два, три. Нет. У человека есть возможность попробовать любые варианты и самому удостовериться, какой из этих вариантов для него больше подходит и к чему он придёт. При этом идея о том, что неизбежно какое-то наказание, какое-то негативное последствие твоих действий, тут не прослеживается. Ну да, ты сделал выбор. Ты попал в какую-то неправильную ситуацию и результат твоего воплощения мизерный или, может быть, даже какой-то отрицательный для всемирия. В этом случае что произойдёт? Ты вернёшься в ситуацию и исправишь то, что не так сделал. Это не наказание тебе, это равновесие, это лад мира так устроен, что если ты в одной жизни, допустим, много убивал людей, в следующее воплощение ты придёшь врачом и будешь их лечить. Это же не наказание, а это компенсация. Хорошо. Далее ещё уточнение. Вот и Анжела прислала, и Лариса прислала. Сводится уточнение к следующему. Вот как понимать, кто такие разы, потому что азы ясно, мрази тоже ясно, а разы другими словами это что? Это несколько вопросов вместе объединение. Да, новый такой термин. Ну, как бы логическая цепочка выстроилась. Если есть аз, аз – это проявление духа рода, это высшее состояние, это направленность вовне, я бы так сказала, в очень какой-то высокий горизонт. То есть, если так вот покопаться в самом термине аз есмь, что это такое? Ну, я бы сказала, это аз как противопоставление плотности, противопоставление земле, не плотной, не земной, а есмь как проявление мысли, смыслею. Есмь, то есть, в сумме вот это аз есмь можно трактовать как сущность духовная, высокая очень, неземная. Раз, это проявление я, проявление личности, проявление в материи. И в большей степени здесь работает программа живы, животного, утвердить себя, право сильного, доказать всем и всё, вырваться вперёд. Вот это единоличная программа, когда человек становится, вот как в тексте развернуто, единицей многозначительной. Да, раз, единица. У нас же в языке очень богатый вот этот спектр. Единицу мы называем единицей, один, да, что у нас ещё есть. То есть, смысл-то разный, но суть получается в том, что человек выделяется, он не смотрит на рядом стоящих, для него внешняя ситуация не принципиальна, он развернут в себя, он не работает ни на верхний план, ни на нижний, он сам в себе, самодостаточный. Вот он замыкается и становится вот этой вот единицей, этим разом. Но при этом программа этого раза может совпасть или не совпасть с программой прародителя. И вот тут разворачивается уже, собственно, дальнейшая ситуация. Вот как-то так. Далее Русь ведическая «Силу великой Ма несла живу и за род». Ма это кто? Это отсыл к нашей первой беседе. Ма это нечто изначальное. То есть вообще образы Ма и Рода это образы тех первоначальных сил, которые, собственно, сотворили все мири. Род прародитель, как носитель веды, как организующее начало, как транслятор правды и вот этого пути, а Великая Ма это по сути потенциал, это возможность все реализовать, но без направляющей вот этой силы Рода, без указания пути, куда двигаться, ее, этот потенциал лежит недвижим. Он там сам в себе что-то с ним происходит, а вовне он проявиться не может. Поэтому при соединении потенциала Ма с направляющей силой слова и света Рода Прародителя происходит собственно творение, возникает мир. Вот кто такая Ма? Понятно, идем дальше. Андрей задает вопрос следующий. Зарод безживый пойдет в огород, в о в ход, то есть налево. Забавная игра слов. Да, может быть. Собственно, зарод безживый наверное и вообще жить не может. Тут интересно еще такую связку посмотреть вещество и существо. То есть в каком моменте вещество еще не живое и когда оно становится существом, когда в нем сущность появляется. Вот тут как раз начало сказки именно с этого, что Ма в себе в потенциале имеет огромное количество вот этого вещества, которое она преобразует в существо, но без направляющей как бы роли родителя без определения рамок существования вплоть до формы даже существо не может жить. То есть ума как бы выделена вот функция это рождение и смерть. Вот она этим заведует. А род фактически ответственен за процесс жизни. И именно он устанавливает кон. Именно он транслирует вот ту самую правду вышнюю, которая нам сообщает о том, что жизнь должна быть поддержана. Необходимо приумножать лад, красоту и добро в жизни, чтобы жизнь продолжалась. И это основной посыл рода, это его правда. А в случае, когда всё наоборот и приходящий в мир человек или сущность какая-то ведёт деятельность слишком деструктивную. Почему слишком? Потому что в каких-то случаях деструкция нужна. Это неотъемлемая часть процесса. Но всё хорошо в миру. Если ты чрезмерно деструктивен, необоснованно деструктивен, то ты не впишешься в общую программу и соответственно для того, чтобы мир сохранил устойчивость, тебя придётся как-то скомпенсировать. Понятно. Идём дальше. Русь ведическая. Дух лик. Это как понять? Дух лик это тот самый дар родителя, который составляет сущность человека. То есть я перечислила четыре основных элемента, из которых существо состоит. Душа, дух лик, ум и тело. Так вот душа принадлежит ма, да, и это кусочек ма, кусочек этого начала. и дух это кусочек рода прародителя, это его посыл. И вот двойственная такая натура человеческая, она обусловлена присутствием именно вот этих двух начал души и духа. И от того, как выстроят взаимодействие душа и дух, от того, к чему будет в большей степени прикладываться разум человеческий, зависит и проявление человека. То есть через дух лик человек совершенствуется и удерживает связь с родом прародителем. Это собственно его и является путеводная нить, вот этот путеводный свет, из которого выпадать ему крайне не рекомендуется, скажем так. И помнить о том, что ты лик, что ты часть духа рода прародителя необходимо всегда, необходимо в первую очередь это осознать, что ты не тело, ты не какая-то социальная роль, ты часть вот этого единого духа, через этот дух, через свою часть, через свой дух лик, ты связан с прародителем и ты связан со всем миром. А сознание вот этого меняет все твои установки и взгляд на происходящее событие. Кто в тебе в текущем моменте диктует свои действия? Ты идёшь на поводу разума, ты идёшь на движении души, душа отвечает в большей степени за эмоциональное состояние и за взаимодействие людей. Как говорят, поговорить по душам, по духу как-то особо не разговаривают, а вот по душам пожалуйста. Зато говорят сила духа и сила воли. Вот это то, что держит человека. А душа это такое женское начало выстраивать отношения, как-то выравнивать ситуации, вообще в принципе контактировать. вот эти два начала это вот та база, которая собственно составляет бессмертную часть человека. То есть то, что рождено, то умрёт, а то, что не рождено, то не умрёт. И поскольку ма и род не рождены, то и их часть, душа и дух, уметь не могут. Хорошо. И сразу же от Анжелы продолжение. И говорили про дух и лика. А теперь у Аза есть личина? Безусловно. Личина, я уже сказала, это способ адаптации к обществу, способ адаптации к нашим жизненным ситуациям. То есть да, безусловно, мы всё время играем какие-то роли, мы всё время одеваем вот эти личины. Это не хорошо, не плохо. Вопрос в том, чтобы личина не прилипла к тебе навсегда и не закрыла собою лик. Потому что лик, я ещё раз говорю, это наш путеводный луч, путеводная звезда наша. И именно развивая дух, как говорят, духовное развитие, да, это задача. А личина может перекрыть вообще проход к своему духу. Ты забудешь, кто ты такой. Вот тебя спрашивают, ты кто? И начинается перечисление профессий, там, я мама или там, я отец. Ну, отцом, кстати, редко себя называют. То есть перечисление каких-то социальных ролей, да, каких-то, ну, реже там, если ты в какой-то ситуации конкретно находишься, ты кто? Я посетитель, там, или я зритель, да? То есть это вот эти роли, это вот эти самые маски личины. Они нужны, безусловно. Ты должен себя как-то позиционировать в ситуации и знать, как выстраивать взаимодействие с окружающими. но суть твоя при этом должна остаться неизменной. Ты носитель правды, ты носитель света рода прародителя и ты несёшь в этот мир лад, порядок, красоту через лик, через личину ты этого принести не можешь. Просто состояние аза — это состояние как бы памяти о том, что да, я лик, аз есмь формулировка, да? Она чётко совершенно фиксирует, что ты не тело, что тебе путь предназначен очень высокий. Аз есмь сущность родова, свет, огонь изначальный. То есть мы сами и есть кусочек вот этого огня. В нас он присутствует и наша задача его сохранить и дать возможность ему лучше больше проявиться. У аза на это есть как бы полная возможность, потому что личины ему не мешают проявлять лик. Вот. Далее вопрос от Стеши. Творение человека — это творение человека либо дело рук некого архитектора? Спасибо за ответ. Вот здесь надо, наверное, уточнить. Творение человека имеется в виду то, что человек сам творит или творение человека, в смысле сотворение человека, чьих рук дело. Как-то замысловато. Ага. Ну, тут мы опять выходим на вот эту мысль творец и сотворец. То есть если мы помним связь с родом, если у нас проход к лику широкий, мы с ним хорошо взаимодействуем, мы помним кто мы и зачем, в этом случае наше творение всегда будет в русле замысла творца, рода прародителя. И мы в полной мере можем называть себя сотворцами. Ну, то есть если прародитель архитектор, то мы тоже своего рода команда его. вот, в том случае, если человек вот этот связь эту свою с наставлением рода потерял, забыл это наставление и действует исключительно по своему личному соображению, а соображение может быть в мороке. То есть человек думает, что он поступает вроде бы правильно, но результат его действий оказывается не в общем русле. Вот в этом случае он кто? Ну, да, он что-то там тут уже скорее не творит, а вытворяет. И результат его вот этой деятельности он не будет иметь просто права на жизнь даже, потому что он мешает общему течению событий. То есть важно совпасть, важно осознать, что ты вот в этой большой полноводной реке и грести против её течения задачи совершенно неблагодарные. Такая реплика к тебе от Андрея прилетела. Марина! Три воскицательных знака. Я очень люблю вас и маленьким куми слушать. Хорошо. Я буду чаще это делать. Сделаем это вместе, чтобы меня тоже ну хоть чуть-чуть полюбили. Это тоже он рода. Любите обязательно. И от души распространяйте. Аркуинон, вопрос к тебе. Здравия всем добрым людям. Слушал передачу не сначала. Понравилось. Такой образ подачи сведений очень хорош. Продолжайте доброе деяние. Ура! Ура! Ну хоть прям это легче стало, да? Пошла какая-то позитивная волна уже легче. О, тепленькая пошла. Русь ведическая. Это чей сказ? Есть еще такие? Ну, сказ это результат нашего совместного труда. Я уже говорила, что я работаю не совсем одна. Значит, на сегодняшний день есть еще один сказ. Он опубликован у меня на странице, но он сейчас в доработке. То есть есть такая идея. если вот эта форма подачи действительно более, ну как, лучше воспринимается, то можно вообще все наши темы написать вот именно такими сказами. на сегодня есть два сказа. Вот как бы что есть. Если все всех устраивает и всем нравится, ну всем, конечно, не может нравиться, это уже мечта, вот, но в целом вот такая форма подачи приемлема, то могу взять на себя обязательство к каждому эфиру готовить сказочку. Пятилетку за три года. Да, да, да. Хорошо, берешь на себя обязательство, выполним. Итак, идем дальше. Алина, всем добра, поясните слова раз и почему такой образ? Ну уже пояснили, у нас уже было это объяснение, наверное. Я просто зачитываю, поскольку вопрос есть. А вдруг ты сейчас скажешь, а вот я еще вспомнил, тут добавить кое-чего есть. Раз это индивидуальность, раз это вот самостоятельность такая вот единичность, выделенность из общего, когда личность перестает держать связь с окружающими и чрезмерное внимание фиксирует на себе. Вот это раз, единица. Ну и чтоб тебе уж захотелось не за три года, а за два года пятилетку выполнить, вот Евгений Степпе тебе пишет. Здравия всем, прекрасный, глубокий сказ, порядок слов очень тяжело ложиться на мозги, но сердце чувствует и работает на максимум в освоении этой мудрости, во благо, а дальше там прерывается, ну скорее всего человечество, наверное. Дальше Владимир Заболотов. Ну что, захотелось тебе за два года пятилетку теперь выполнить? Ну вот упоминание о том, что текст тяжело ложится, это собственно тот момент, который был в академических текстах, потому что на самом деле мы излагаем сейчас такие вещи, которые если начинать трактовать, объяснять, полностью разворачивать все уровни смыслов, там все, что туда вошло, это будет толстое притолстая книга. И представляете, мы эту толстую притолстую книгу с вами за полчаса как бы вот пролистали как минимум. То есть понятное дело, что тот объем информации, который здесь сейчас вот гудит и вибрирует, он заставляет вашу голову так это припухнуть, мягко говоря. Поэтому моя рекомендация остается как и прежде. Читайте, перечитывайте, вчитывайтесь. Я предоставлю этот текст для публикации, для того, чтобы можно было его именно читать, потому что не все воспринимают на слух, я это хорошо понимаю, поэтому тексты будут опубликованы. Хорошо. Вот по поводу того, как ложится-не ложится, Русич написал, сказы хорошие, но не все поймут, нужно ключи давать перед сказом или после. То есть такую аннотацию, которая, например, там сказ на трех листах, аннотация на 300 листов так идет, да? Ну вот да, разворот, как бы трактовка может быть очень обширной, потому что мы здесь идем по ключевым позициям как мироустройства, так и нравственности, так и ценностей человеческих, то есть вот весь цикл наших бесед, по сути, это описание мироустройства и понимание роли и смысла человека в нем. На сегодняшний день практически, наверное, ни у кого нету цельного полновесного описания, потому что это, наверное, и невозможно. Это такой объем и такая глубина, которая не всегда даже вербализуется, не всегда возможно словами это передать. Поэтому да, мы пытаемся, мы сейчас ищем форму и вот лично у меня по ощущению наши сказки, наши сказы, ценность каких-то слов, она гораздо выше вот этих трактовок, потому что вот вы сейчас услышали, вы перечитаете этот сказ, вы вернетесь к нему через какое-то время, и вас вот эти образы начнут раскрываться. Вы вдруг воспримете, что каждое из этих слов имеют какую-то такую глубину, которая действительно постепенно вас вот расцветает, разворачивается, наполняет вас. Ни один текст, изложенный сухим научным языком, такого эффекта не даёт. И я очень надеюсь на то, что через вот эту форму тот гигантский объём знаний, очень объёмного и важного инструмента для нас будет передан. Ключи, безусловно, да, вот мы сейчас как раз и проговариваем какие-то моменты, что да, есть ключевые слова, которые держат это всё. Я принимаю это замечание, благодарю за него, я думаю, сделаем разворот такой короткий, то есть те слова и те основные мысли, которые этот текст в себе несёт, они будут в качестве таких небольших тезисов вынесены наверное в завершение текста. Хотя здесь основная такая бронебойная фраза это вот вопрос выбора. Вы куда? Тут такие реплики идут под солнух. Ключики безусловно нужны, как в сказе Ясно-Соколе, а так каждый поймёт по-своему, Геннадий, как расшифровали Хагавадгиту, вот такие вот ключики нужны. Инна, всем здравия, на эфир не успела, а запись будет, будет, Инна. Так далее. Да, на ночь полезный сказ для взрослых хорошо послушать, так что всё ложится, всё хорошо и замечательно. Интересно, как дети воспринимают, кстати, вот у меня такое ощущение, что дети там лет с шести-семи спокойно такие уже сказы могут слушать. Да, я думаю, что шесть лет самое время такие сказы давать, выкладывать и читать вместе с родителями и с бабушками, с дедушками. И чтобы родители разворачивали смыслы. Да, конечно, конечно, вот как раз вот тут преемственность поколений включается. Если, например, бабушка с внучкой или дедушка с внуком такой сказ вместе почитают и внук задаст дедушке вопросы, а дедушка начнёт репку чесать и скажет подожди, сынок, подожди, внучок, быстренько помоги разобраться. И потом так, ну, продолжаем, внучок. Итак, вот это, вот это, значит, вот это, а внучок, а я тут ещё три слова нашёл. Дедушка, подожди, мне срочно надо отойти. Марин, слушай меня опять. И вот такие интересные будут, наверное, беседы у дедушек и у бабушек. И Марина от компьютера не отвисает. А ты поставишь автоответчика бота и он будет отвечать. Такая, знаешь, это система Алиса. Алиса, там и вопросы, вот то же самое. Тища тебе вопрос задает здравие. Марина, откуда мы идём и куда, назовите точные координаты, то есть откуда и куда мы идём. Будьте любезны, на карте местечко-то покажите. Это начало сказа. Мы из ма и в ма вернёмся. Где начало, там и конец. Из вещества в вещество. Но смысл-то в том, что путь вещества короткий, родился и умер. А вот присутствие мысли рода-прародителя и основная задача нести в себе правду, вот она даёт возможность какого-то смысла в том, что ты делаешь. Хорошо. Так, ну здесь продолжение. Кто такой раз? Раз уже ответили два раза на вопрос про раз. Ну да, новый термин, понятно, что к нему. На раз ответили не раз. Русич, вопрос в эфир. Как восстанавливать связь с родом? Вот так и восстанавливать, общаться с ним. То есть, если ты помнишь, что ты не тело, если ты помнишь, что в тебе есть вот этот луч духа, это и есть тот луч, который соединяет тебя. Вот смотрите по сказке «Зарод стал родом». Каким родом? Родом земным. Да, и прародитель поставил его рядом с собой. И все, кто следом пошёл по этому пути, они также туда и добавляются. То есть, всех соединяет единая вот эта ниточка света рода. Если ты эту нить поймал, если ты её в себе раскрываешь, да все родичи твои будут с тобой. И не только там ближайшие семь-десять колен, до которых ещё как-то через какие-то способы можно достучаться насильно, скажем так. А это естественным образом произойдёт. Ты просто будешь ощущать их присутствие. Ты просто их будешь ощущать именно как своё родное. И в первую очередь самого рода прародителя. Ведь он изначальный. Он создал все условия к тому, чтобы мы появились. И он всячески эти условия поддерживает. То есть, его присутствие везде и во всём. И не нужно куда-то далеко ходить. Вот в окно посмотри, небо ясное или даже в тучках. Это его присутствие. Жизнь вокруг происходит, что-то шевелится. Это его присутствие. Дома стоят, деревья растут, снегом он всё засыпало, сугробом. Это его присутствие. Вот тебе связь с родом. Это твой род. Это всё, что тебя окружает. Тут не нужно искать выхода на какие-то привидения, на какие-то голоса, ещё на что-то. Это та сила, это вот тот свет и та жива, которая вокруг тебя происходит. Есть ма и есть род. Вот они такие двуединые. И где ты почувствуешь присутствие ма, а где ты почувствуешь присутствие рода. Вот это и есть связь с ними. Просто в себя немножко загляни и на уровне души включи вот это восприятие, контакт с миром, связь с миром. И эта связь как раз таки и даёт возможность ощутить себя единым в роду, единым с родом прародителем, единым со всей той цепочкой, которая соединяет тебя сегодняшнего с ним изначальным. Мы же не теряем эту связь. Мы-то живём и мы есть, собственно, сегодняшнее воплощение вот всей той цепочки, которая там до нас была. Так, отвечу на вопрос. Лариса задаёт. Вчерашние записи пропорезитов убрали. И вчерашнюю запись, и сегодняшнюю мы закроем после того, как эфир закончится. Почему это делается? Необходимо выровнять звук, необходимо убрать шумы, и после этого тогда эфир уже будет легче восприниматься, потому что если мы будем выкладывать, как он есть, то потом жалобы будут. Вот там шумы не почистили, одного тише слышно, другого громче, поэтому по окончании эфира трансляция закрывается, после этого она обрабатывается и выкладывается в открытом доступе с каким-то опозданием. Если сильно загружены, то опоздание может до недели растягиваться, а если не загружены, то буквально там один-два дня и вы уже получаете доступ к этому видео. Так что не обижайтесь, не расстраивайтесь, ничто никуда не пропало, всё будет на своём месте в положенное время в нужный срок. Идём дальше. Реплика в эфир от Юли. Доброго здравия, Алексей и Марина. А можно снова по-академически сказ пересказать. А то воображение это хорошо, но прошлые эфиры более были развернуты. Разъясните, пожалуйста, что такое высшее «я», а также что стоит за высшим «я», а также что нам даёт союз с душами, зачем он нам, что такое две половинки в кавычках. Благодарю. Ну-ка, давай, перескажи-ка весь сказ с точки зрения академического донесения информации. Не вопрос. Если так понятнее... Эй, эй, подожди, подожди. Мы с тобой... Сейчас ещё так беседу часа на полтора-два развернем. Я пошутил. Марина, я пошутил. Был неправ, вспылил. Давай так. Что такое высшее «я»? Высшее «я» — это твой лик. Это связь с первотворцом. Осознание себя как «азъестьм», вот это самое высшее «я» и «есть». А «азъестьм» разворачивается как сущность рода, свет, огонь изначальный. То есть если мы принимаем схему мира в том виде, какой мы его обсуждали на первой беседе, что мир сотворён двумя началами. Есть начало «ма», есть начало «рода». Так вот, «род» и несёт, собственно, вот это осознание. Он направляет все процессы, он даёт «кон». Он обозначает берега реки нашей жизни. и если мы чувствуем сопричастность ему, если мы понимаем, что часть его «кона», часть его вот этого света организующего, мысли его в нас присутствуют, вот тогда мы в полной мере можем сказать «азъестьм» и что у нас проявилось вот это высшее «я». Если связи такой не чувствуешь и ассоциируешь себя с телом, с какими-то своими социальными ролями, с какими-то, ну, может быть, даже бывает такое, что какие-то чужеродные сущности в человеке проявляются, в этом случае вот это высшее «я», оно не может проявиться просто. Ты с ним контакт не имеешь. И в таком случае нужно разгрести вот эти все завалы и нужно к нему пройти, нужно вернуть эту связь с прародителем и встать на свой нормальный путь, который тебе собственно дан напутствием прародителя в момент твоего проявления в свете, в мире. Вот что такое высшее «я» или «азъестьм». А что стоит за этим высшим «я»? Дух, лик, то есть это связь с первотворцом, это проявление кона, проявление веды и это организующее начало, которое даёт возможность миру вообще существовать. Проявление лада, проявление вот этого баланса в мире — это основная его задача — удерживать мир от распада, держать его в рамках, чтобы вот эта энергия «ма» не растекалась, чтобы живо текла в определённом направлении. А определённое направление какое? То, которое определил род. Так вот, это чувство потока, чувство течения реки, направления её, вот оно проявляется через вот этот дух лик и связь с родителем мы именно так чувствуем. Движение в потоке. Так, и ещё что нам даёт союз с душами? Зачем он нам? И что такое две половинки? Союз с душами не совсем поняла. Так написано. Не поняла, значит, идём дальше. Две половинки. Тут сразу две ветви рассуждения. Во-первых, в нас самих внутри присутствуют вот эти два начала. Начало ма и начало рода. С одной стороны душа, с другой стороны дух. С одной стороны женское начало, с другой стороны мужское начало в каждом человеке. Просто количество их может быть разное. Кому сколько отмерено. и вот тут взаимодействие уже мужского и женского как особей, как существ, как людей, оно заключается в выстраивании правильного взаимодействия вот этих начал. Ведь у каждого из них есть и женское, и мужское. И они должны друг друга скомпенсировать и найти какую-то золотую середину взаимодействия. Причём вот это опять же это проявление опять кона творца, опять вот этой высшей правды. Лад. Лад должен быть между мужским и женским началом. Душа должна слышать дух. Дух должен слышать душу. И они выстраивают своё взаимодействие. Как получился мир? Как роду удалось организовать тьма? Мы об этом говорили в первой передаче и написан сказ на эту тему. Это очень интересный процесс взаимодействия двух начал, выстраивания целеполагания, для чего встречаются два начала, выстраивания схемы взаимодействия, как они это делают. У нас не следующая, а там, по-моему, через одну будет передача, вообще целиком этому посвящена. Поэтому, ну вот, коротко я вот так объяснила, а в развернутом виде, ну теперь уже пообещала, буду писать сказ. Пиши. Если форма сказа устраивает, поскольку я поняла, что вот этой слушательнице сказ, видимо, не очень кажется развернутым, и требуется что-то пошире. Мы рейтинг проведём. Есть такое дурацкое слово, и вопрос зададим, в какой форме? Тут можно сказать однозначно, что будет и та, и другая форма, потому что так или иначе академические тексты существуют. Поэтому сказ — это просто попытка адаптировать вот это академическое изложение в более какую-то доступную форму, чтобы это читалось не только людьми с уже выстроенным сознанием, которые способны легко воспринимать академический текст. Скажем, например, детьми. Хорошо. Детям тяжело академический текст читать. Поэтому я, конечно, не думаю, что сейчас у нас в аудитории дети, но через сказ мне кажется добраться к глубинам души, добраться к каким-то нашим внутренним закладкам, относительно которых мы можем сами выстроить отношение вот к этой самому высшему я и к душе через сказ легче. То есть задача, чтобы всё то, что в этом тексте заложено, оно срезонировало с вашим внутренним я, с вашим этим высшим я, с частичкой духа. И чтобы душа отозвалась, чтобы она сказала, о да, это то самое, я согласна, я это помню. Прислушайтесь просто к себе, они разговаривают, просто очень тихо, мы не всегда их слышим. Такие условия жизни, воспитания у нас сложились. Просто на это нужно больше обращать внимание, и наш посыл именно об этом, что давайте говорить по душам, давайте сказки рассказывать. Далее, Владимир Размытич, такое ощущение, что он тебе вопрос задавал, но всё-таки. Марина, что значит цитата? То, что вверху подобно тому, что внизу, а малый подобно большому? Мне кажется, что ты уже отвечал на этот вопрос. Не в этом эфире. Да, не в этом эфире. Не будем повторять, идём дальше? Ну, в данном случае, в общем-то, аналогия здесь тоже есть, прослеживается, потому что то, как устроено ОМА с родом, вот, взаимоотношения, то, как выстраиваются вот эти силы, да, как они взаимодействуют, и как процесс происходит, всё-таки, это высшая сила, это, ну, верхний самый уровень, вот, это всё транслируется в нашу жизнь непосредственно, и мы за образами МА и РОДА совершенно спокойно считываем образы нас самих, мужчин и женщин, да, не только уже земных, уже вот простых здесь и сейчас. Поэтому вот это, что вверху, то и внизу, подобие, оно тут работает самым непосредственным образом. Почему, собственно, и сказ происходит, ведь, ну, так, если уже говорить научным образом, да, ну, кто такой род-прародитель, кто такая МА, это всё объясняется какими-то развернутыми фразами, какими-то терминами, то есть там нет персонификации, там нет никакого там деда с бородой и так далее. Но для души вот эти объяснения какими-то силами, какими-то системами, какими-то техническими терминами, оно ничего не говорит. Душа это не воспринимает. То есть научный текст, он, как правило, излагает версию для тех людей, у которых преимущественно разруливает разум. Ну, как бы не хорошо, не плохо, вот люди такие. У кого-то сильнее разум, у кого-то сильнее дух, у кого-то сильнее душа, и именно через вот эти части человек выстраивает свой жизненный путь. есть форма изложения вот этой темы научным языком. И сейчас появилась тема изложить вот это всё языком сказа, языком образным и провести прямые аналогии. Поэтому как вверху, так и внизу здесь непосредственно работает через образы. Мы себя здесь видим как людей, как тела, и этот образ транслируем наверх, обратно и пытаемся там вот эти силы каким-то образом персонифицировать, чтобы они стали как мы, как люди. Поэтому ма, поэтому род. Ну, конечно же, это не физические тела, безусловно. У рода вообще как такового как бы образа не существует. Это понятие, высшее понятие. Но для того, чтобы мы это осознали как своё, ощутили свою сопричастность этому, нам проще видеть это именно как образ, похожий на нас. Вот, собственно, что вверху, то и внизу, что внизу, то и вверху. Это наше умствование это наше построение, адаптация к нашему разуму в данном случае. Стеша написала, а мне нравится ваш посыл, Марина. И Русь ведическая, даёшь сказки, кто за сказки? Ура, ура, ура. Мне тоже сказки больше нравятся, честно. Но раз больше нравится, идём дальше. Галина Кривдина. Когда и как, на каком этапе появляется разум? Возвращаемся к началу сказки. Каждому тому зароду ма плоть давала и частичку своей души вкладывала. Род-прародитель натерял каждый зарод умом и частью духа своего могучего, ликом. то есть в начале, когда только складывается вот это зёрнышко за рот, он наделяется четырьмя элементами, четырьмя составляющими существа. Душа, дух лик, ум и тело. Ум станет разумом тогда, когда разовьётся. Потому что ум — это, ну, скажем так, короткая операция, оперативная память. Это то вестилище, которое собирает информацию. Для ума не свойственны какие-то длинные логические построения, для ума не свойственно делать выводы. Этим занимается разум. И вот чтобы человек стал в разуме, разум нужно воспитать. Его нужно развить. Так же, как и тело развивается, мышцы накачиваются, так же накачивается и ум. И есть такая присказка даже учить уму разуму. То есть ум — это память, это сбор информации, а разум — это обработка этой информации. То есть разум может появиться тогда, когда ты воспитываешь ум. Далее хаврошечка. Прекрасный сказ. Родной слог, близкий и оттого уже понятный. Предыдущий сказ тоже был чудесен. Про какой предыдущий сказ я немножечко не догадываюсь. Может быть, как-то между собой общались. Но про этот сказ все нормально, все хорошо. Дальше. Анжела. Вопрос в эфир. Как жить и быть, если окружают то мрази в большинстве случаев уроки, так приходит сказать, ну прямо ну-ка злые все. Так как быть-то, если мрази окружают Анжелу прямо на каждом шагу? Ну как быть? Мы же разобрали, кто такие мрази. Вот давайте еще раз вернемся к этому моменту. Дело в том, что если мы понимаем, что мы транслируем позицию рода прародителя, то и наши действия выстраиваются по тому же алгоритму. Кто становится мразью? В какой ситуации вот эта беда случается? Это беда. То есть все зароды они единые. Они наделены одинаковым количеством всего. А по ходу жизни какое-то существо может сделать неверный выбор. И вот что происходит? Вот я цитату из сказа приведу. Все бы ничего, да вот беда, разум гаснет у существа, грубеет душа без света родова и в скотину существо превращается, а коли любовь потеряет, так и вовсе мразью станет может. замерзнет душа у него, умрет. То есть мразь по ну просто вот по развороту самого слова это что такое? Это замерзший, замерзший без любви. И большинство проявлений вот именно такого качества в людях, оно говорит о том, что человека при рождении очень сильно обделили, ему не додали любви, и он замерз. Соответственно, как действовать, если в тебе проявляется вот эта частица рода, свет родовой мысли? Куда попадают вот эти существа по завершении своего пути? Они к роду попадают, и род их своим теплом согревает и мыслью снова наделяет. То есть они утратили путеводную нить, они утратили связь с родом. Что нужно сделать? Ну в наших силах, ну у кого какие возможности есть, максимально транслировать им тепло и любовь. Вот и всё. Другого варианта тут нету. Безусловно, когда человек с агрессивными намерениями, когда человек представляет из себя угрозу, вот тут любовь к нему может проявиться странным образом, вплоть до убийства. Вот я с полной ответственностью это говорю, что в определённых случаях даже так, но и лишение жизни происходит с любовью, потому что ты понимаешь, что эта Личность заблудилась, и ей нужно помочь вернуться на путь. А если он продолжит путь здесь и сейчас, вот в этом своём бессознательном состоянии, замороженном, отмороженном, он ещё больше себе же навредит. Но если человек не агрессивен, если он не представляет для общества, для тебя какой-то физической угрозы, то остаётся шанс его отогреть. Ну так грей, транслируй. Если в тебе есть связь с Высшим началом, то там вот этого жара любви более чем достаточно. Там движение души очень мощное и большое. И свет разума там полновесный, правда там, мы на правде стоим. В чём правда? Лад приумножай, способствуй жизни. Вот она правда. И через правду, когда ты действуешь, твои действия выстраивают любые ситуации, в том числе и вот с такими заблудшими душами. Ну, наверное, ответила. То есть мразь тот, кого недолюбили, в ком что-то там потухло, поэтому мразь может исполнять такой стишок. Никто меня не любит, никто не приголубит, пойду я на помойку, наемся получается так. Ну, чего тут такого-то? Ну, не любит же никто. Наемся до отрыжки, завтра же помру. Там продолжение еще есть. Ну, ладно. Хаврошечка. Важный вопрос в эфир. Зарод это мужчина? Если есть ли женщина с ликом, а муж увяз в личинах, кто достоин дело поправить? Дело в любом случае поправляют оба. Искать точной персонификации в каждом наверное смысла особого не имеет. Я уже сказала, в каждом человеке проявляется два начала обязательно. Просто одно начало в большей степени, а другое в меньшей. Это уже вопрос меры, вопрос золотой середины. Что такое золотая пропорция? Соотношение чего-то больше, чего-то меньше. И получается гармония. Так вот, как внутри человека допустим в женщине должно быть большая часть женского начала, а меньшая часть мужского начала. А в мужчине наоборот должна быть большая часть мужского, а меньшая женского. Но это идеальная схема. И вот когда у них вот такие вот составы, они идеально совпадают и жизнь происходит у них ладно. То есть происходит в балансе. если перевёртыши, ну бывает, что у женщин больше проявляется мужское начало. На сегодняшний день это даже не исключение из правил. Это уже почти нормой стало. У мужчин обратная ситуация. У них очень снижено задавлено мужское начало. По хорошему эта ситуация должна выравниваться. и если вы осознали себя как мужчину или как женщину. Кстати, по этому поводу наша традиция несёт даже такое действие возрастные посвящения. Вот принадлежность к определённому роду мужскому или женскому происходила в три года. В три года ребёнок должен был себе сказать я мужчина или я женщина. И всё, все дальнейшие действия его выстраивались уже с этой позиции. У нас на сегодня, к сожалению, этого не происходит. То есть человек выходит во взрослую жизнь для себя так и не разобравшись, не определившись, а вообще какого он рода, мужского или женского. И зачастую девочки о себе говорят в мужском роде. Очень часто это встречается и чувствует себя наиболее комфортно в этом плане. Мужчины стесняются о себе говорить в женском, наверное, но по поведению, по проявлению очень часто транслируют женскую какую-то сущность. Поэтому поставить всё на свои места — это задача. И заниматься ею нужно кропотливо, целенаправленно уделять этому внимание, время, силу. Но то, что начало присутствует в людях в определенной мере, но оба, это однозначно. Ну да. Как-то рассказывал такой полуанекдотический случай взрослый человек, когда подошла его дочка, говорит, вот я вот это сделал, папа, я молодец. Он говорит, нет, ты дурочка. Но почему? Потому что если бы у тебя было кое-что, то, что у молодца, ты бы была бы мальчиком. А так ты молодица. Ну в общем, вот так, да, люди не задумываются. Молодица, девица, умница, красавица. Не задумываются и часто произносят такой суррогат мыслей, что не дай Боже вообще. Ну не мыслей, это вот штампы. Мысли в этом случае не присутствуют, происходит бессмысленное повторение слов, к сожалению, несущих в себе очень мощные программы. То есть не надо девочкам, девушкам говорить молодец. Это мужское самоопределение. Да, это очень существенный момент. Анжела, далее. Раз это раз-тире, это между азом и мразью, не успокоиться по поводу раза, пока ты всё про него не расскажешь. Давай, может, в обратную сторону зар-р попробуем произносить, разберём. Вообще меня это радует, потому что на самом деле мы вводим новую терминологию, которую до нас ещё никто не произносил, и вводим определённую классификацию понятий. Это правильно, на мой взгляд, потому что оно основано на нашей речи, оно основано на смысловых составляющих, которые прошиты в этих словах, и они должны достучаться до сознания, до глубинных слоёв каких-то наших. Аз, раз, мраз — это этапы большого пути. Если аз — это высшее светлое состояние, раз — это, говоря модными современными терминами, это раздутое эго, мразь, а мразь — это травмированное существо, вот я бы так сказала, существо, у которого обрезана связь с родом, которому недодали любви в этом мире, и который потерял свой путь. То есть это те существа, которым нужна помощь, и если им не оказана помощь здесь, у нас в этом мире, они уходят и растворяются, просто род их переформатирует, говоря техническим языком. Понятно. Далее, подсолнух. Вопрос первой части. Из сказа. Коли кто правду забудет, связь со светом мыслью родовой потеряет. Всякая надежда того покинет река животворная, мимо течь будет. А разве связь с родом можно утерять? Да, можно. И мы видим тому массу примеров. То есть человек, теряя осмысленность своего движения, блуждая в потьмах и не понимая, зачем он здесь присутствует, это как раз именно тот человек проявляет вот эту ужасную позицию, когда связь с родом прародителем утрачена. Хорошо, вторая часть от подсолнуха. Заповедь Ладаада. Не внимайте к глазу тех людей, кои молвят, что утеряна высшая истина и мудрость светлых богов, поскольку они сами не ведают, о чем вещают, ибо невозможно утерять то, что соединено с душами и сердцами вашими. Но здесь вопроса нет, здесь просто приведена цитата. Ну здесь как бы постулирование определенного формата. Ну можно разобрать. То есть мы сейчас о чем говорим, что у каждого человека в изначальном состоянии есть четыре дара. Вот я их несколько раз проговорила. Это дух, душа, ум и тело. И безусловно у каждого из нас есть эта связь. Но о чем собственно наш сказ? О том, что сам человек делая определенные выборы, решая какие-то свои жизненные задачи, приходит в определенные состояния. И количество наслоений, шелухи на человеке становится таким, что вот эта связь лучик этот, он сначала сокращается до тонкой ниточки, а потом может и вовсе закрыться до такой степени, что человек его просто не чувствует. И вот это мы называем потерей связи. И тут можно привести и такую цитату. Если ты сделаешь шаг навстречу к Богу, он сделает тебе десять навстречу. но если ты отвернешься от него, ты потеряешь его навсегда. Далее, Зоя, вопрос эфир. Почему зарод на своем пути теряет напутствие рода? Что происходит с его памятью? Она слабеет с каждым шагом? Отвлечения и неправильные выборы, я бы сказала. Тут не только память, тут все составляющие участвуют. То есть человек увлекается вот этим личностью и личинами. То есть он начинает работать уже по программе. Вот как описан второй рукав. Это что такое второй рукав реки жизни? Есть такой фильм «День суркада». Вот примерно то же самое состояние, когда человек попадает в какую-то карусель, крутит, 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 ничего не происходит, безрезультатно. И вот в этом верчении расходование происходит всех тех потенциалов, которые у человека есть. Вот как описано это состояние, что зарод в пыль рассыпается, в осколки личины, они все меньше, мельче, их все больше, и сознание естественно размывается, разум уже все эти осколки собрать в кучу не в состоянии. И осознать себя как нечто целое он уже не может. Вот что происходит. И как можно воспринять свет рода, если ты сам как разбитое зеркало, как разбитое стекло, и через тебя каждый этот лучик преломляется, меняется, и все, ты ясную картину уже никогда не увидишь. Ты увидишь какой-то рассеянный свет, непонятный, откуда идущий, и непонятно, чего в себе несущий. Вот так искажение происходит. То есть нужно убирать свои собственные замутнения восприятия, нужно убирать свои блоки, в том числе физические. С телом физическим очень надо много работать. Здесь четко дается понимание, что каждый из даров нужно взращивать, каждый из даров нужно развивать. Тело это тоже дар. И если у нас в теле возникли блоки вследствие каких-то обид, вследствие каких-то жизненных ситуаций, которые наложили на нас очень жесткие, резкие такие впечатления и скорректировали дальше все наше восприятие, дальше тело на это отвечает. Тело включает определенные блокировки, через которые уже тонкие процессы не могут просто пробиться. Вот один из вариантов, как теряется вот эта родовая нить. Просто даже тело не способно воспринимать. И тут, кстати, обратный момент. Вот то самое духовное развитие, о котором мы говорим очень много, с чего оно начинается? А оно начинается в первую очередь с воспитания тела. Потому что если ты пробьешься вот к этому свету родову, к его этой мысли, она невероятно огромна. забитое, зашлакованное, грязное тело, которое всё в блоках и в сопротивлении, что произойдёт? Что делает катушка сопротивления, когда на неё попадает электричество? Она перегорает. То есть слишком мощный поток просто сжигает тело. Это то, что происходит с определённым количеством людей, которые пробиваются к этой свету мысли, но воспринять не могут его. Тело не способно. Поэтому первый этап работы всегда тело. Второй этап работы это душа и разум. И только после того, как вот эти три составляющие приведены в рабочее состояние, когда они в полной мере всё, что им положено, выполняют и находятся в ясном хорошем состоянии, только в этом случае начинается рост души, духа. Только в этом случае вот этот лучик потихонечку начинает проникать в человек. Восстанавливается эта связь, начинается обратная какая-то связь и в режиме диалога может быть даже какое-то общение. То есть там уже начинает что-то происходить. Но пока ты не в состоянии с этим общаться, можно привести такой аналог, мы знаем три типа огня, три типа напряжённости. Есть огонь химического характера, когда дрова горят, газ, просто открытый огонь. Если открытый огонь на нас попадёт, в лучшем случае ожог, если сильно много можешь сгореть. Есть холодный огонь электрический. С электрическим огнём уже потяжелее. То есть его воздействие гораздо выше на человеческое тело, чем обычного химического огня. А есть ещё огонь атомных реакций. Там несопоставимая энергия с вот этими первыми двумя. Так вот, когда мы работаем с телом и в материальном мире, мы сталкиваемся только с первым типом огня. Когда мы переходим в более тонкий уровень, уровень разума, уровень души, считайте, что мы на уровне электротехники. Шарахнуть может, но не смертельно. Иногда, если перестараешься, то да. Но в большинстве случаев просто очень чувствительно. Но если ты пробился к третьему типу огня, а это уже высшее состояние, то вопрос, твое тело выдерживает энергию вот эту атомную или нет. Поэтому прежде чем проходить на какие-то очень высокие уровни, посмотрите на собственное состояние. У вас тело чистое, у вас проводник этот самый способен выдержать эту нагрузку. Далее Галина пишет ум мерен или безмерен? Это про что? Про ум ум мерен или безмерен? А, ум очень сильно умерен. То есть ум как память, как архив хранения. И при переполнении там начинается архивация и складирование все в банк данных. Вот подумайте теми моментами, теми понятиями или какими-то событиями жизненными, если вы не оперируете там какой-то промежуток времени, вы их теряете. Вы теряете слова из оборота, вы теряете какие-то ситуации, вы теряете вообще целиком даже понятия, если они определенный промежуток времени не использовались. Что произошло? Вы же это знали. Куда делось? В архив. при необходимости может распаковаться, но для распаковки нужен ключик. Вот что такое ум. Ум — это вот этот накопитель, поэтому безмерность в нём, если и есть, то она относительна, потому что так или иначе для нас важно оперативная составляющая, чем мы в текущем моменте располагаем. бегать в архив всякий раз не получается, ключей нету. А оперативное поле весьма ограничено, поэтому сейчас что происходит? Информации очень много, информация разнородная. Ум грузится, грузится, перегружается, сваливает всё регулярно в архив, и в итоге в вашем оперативном поле почти ничего не остаётся. Вот такое понятие об уме. Хорошо. Зоя Кукова задаёт вопрос в эфир. Почему бывает раздвоение «Я» с большой буквы? Потому что ставятся какие-то разные целевые установки, и они соответствуют разным элементам состава человеческого существа. То есть если у вас одновременно говорит душа и разум, это будет уже как два разных осознания. Есть варианты исключения, когда в человека подселение происходит. Мы эту ситуацию здесь не рассматриваем, это немножко другого характера. Мы рассматриваем то, что непосредственно от человека от самого зависит. То есть расслоение по собственной воле происходит, когда расфокусировка задачи у человека. То есть он мечется между «хочу» и «можно». Вот «можно» говорит разум, а «хочу» говорит душа. И они между собой, если не могут найти согласия, лада между ними нет, они разделяются как отдельные особи уже. И вот начинаются внутренние бесконечные диалоги. это очень плохое состояние. От внутреннего диалога нужно всячески уходить. То есть практики остановки ума и пребывания в молчании наиболее эффективны в этом смысле. Попробовать внутренне мысленно помолчать хотя бы одну минуту — это невероятно трудно. Попробуйте это сделать. Вот просто сядьте, это медитативная практика, и попробуйте любую приходящую вам в голову мысль отсекать, убирать. И поймайте тот момент, промежуток времени, когда у вас нет ни одной мысли. Вот вы командуете себе «я не думаю ни о чём». И посмотрите, какой промежуток времени вы сможете ни о чём не думать. Практика на самом деле очень эффективная, но и очень тяжёлая. То есть мы постоянно прокручиваем нечто своей мысли, какие-то внутренние диалоги, диалоги с внешними какими-то факторами, потом прокатываются какие-то обиды, какие-то заезженные пластинки и так далее. То есть как такового именно мыслительного продуктивного процесса практически не происходит. Это крайне редкое состояние. чаще всего идёт вот это обмусоливание каких-то привходящих текущих факторов. И вот это состояние очень нехорошее, и оно в конечном итоге может привести к вот такому расслоению. Далее вопрос в эфир от Ёлки. Здравствуйте! Многие сейчас говорят, что у нас на Земле воплощаются представители разных цивилизаций, существ. Отсюда и разговоры о духовных и бездуховных существах, вредителях, на коих держится всё разрушение всего мира. Так вот, если мы все едины вышли из единого большого рода, может не стоит делить человечество? Для чего ведётся политика «разделяй и властвуй»? Добро и зло, чёрное и белое. Для чего это всё, если всё лишь одна сторона единого целого? Благодарю. Ура! Замечательный вопрос. Вот весь этот рассказ построен на том, что есть два начала. Есть начало «ма» и есть начало «род». И с позиции, когда мы начинаем делить мир на чёрное и белое, давайте попробуем выделить, кто из них чёрный, а кто белый. Уверяю вас, вариантов будет не один. то есть сама по себе концепция разделения на добро и зло, она имеет право существовать только в том случае, если там нет эмоционального окраса, а окрас по определению там присутствует, потому что зло мы понимаем как плохое, как негативное, как чёрное, добро мы понимаем как однозначно светлое, продуктивное, позитивное и всё, вот тут мы развалились. Ну хорошо, ма это кто? Это добро или зло? Это чёрное или белое? Да оно ни то, ни другое. Это две стороны одной медали и они взаимно увязаны непосредственно. И более того, каждая из этих частей несёт обязательную какую-то функцию в течение жизни. вообще всего мира, да? Что такое ма? Это жизнь и смерть. Что-то должно родиться, но также что-то должно и умереть. Поэтому у ма есть два лика. Есть лик макоши, плетущий нити жизни. Эти нити тоже двойные, есть доля и недоля. А есть лик мары. И это всё одна ма, это её проявление. С родом такая же ситуация. Он далеко не однозначен. Это течение жизни. Но это рамки, это ограничения, что такое кон. Это задание берегов. То есть нам уже нельзя вытекать в сторону куда-то вправо-влево. Мы должны идти встроем. Так кто такой род? Это добро или зло? А я вот хочу направо или хочу налево? А род говорит тебе нет. Правда в том, что ты пойдёшь только вот туда, только прямо. Ну и как мы будем воспринимать роды? Как добро или зло? Для того, кто хочет рассеяться по миру, конечно, он будет злом. Конечно, установленные рамки и правила для него будут ограничением и будут неприятны. То есть эмоциональный окрас будет негативным. Но извините, если не будет рамок, если не будет кона, если не будет правила и направления, то будет то, что было в изначале. Ма не может сгенерировать жизнь, у неё только рождение и только смерть. И всё, жизни там нету вот этого процесса, потому что процесс требует рамок, процесс требует направления, процесс требует кона, вектора, ограничения. То есть получается, что в каждом из изначальных вот этих сил есть проявление вот этого самого и добра, и зла в эмоциональном окрасе, с какой стороны посмотришь. Это всё очень субъективно. и вот эта идея единства, идея природности, что всё взаимоувязано, всё взаимосвязано, она как раз таки и выдвигает концепцию о том, что да нету никакого этого чёрного и белого, есть взаимное дополнение. Когда светит свет, всегда есть тень. Если тени не будет, свет зальёт всё, вы просто ничего не увидите. И так же и в ночи. Если будет сплошной мрак и тьма, ничего не увидишь, должен быть хоть лучик света, чтобы это тоже пространством каким-то стало. И обратите внимание, ведь все божества, допустим, славянского пантеона, они не делятся на плохих и хороших. У каждого из них свой функционал. И я вот сейчас скажу такую мысль, может быть, мне не всем понравится. Чернобог и Белобог — это придуманные ипостаси, придуманные, когда произошло вливание иной веры, той веры, которая несла в себе вот эту полярность. И момент двоеверия привнёс в наш пантеон вот эти два категоричные существа. Их не существует. Они существуют только в нашем воображении. Это наше эмоциональное восприятие того или иного. исходно два начала рождают жизнь. Без этого жизни просто нету. Это её естественные составляющие. А уже как мы воспринимаем, ну так извините, это уже наше субъективное отношение. Относительно меня это хорошо или плохо? Мне это на пользу или во вред? И тут вопрос. Так подожди, а ты с какой кочки смотришь вокруг-то? Что ты видишь? Какой у тебя горизонт обзора? Ты понимаешь общую ситуацию? Или ты смотришь на полшага вокруг и делаешь какие-то выводы? Вот вопрос. Как ты можешь судить, хорошо это или плохо, чёрное это или белое, добро это или зло, если у тебя горизонт обзора не дальше собственного носа? Основная идея того, что мы излагаем в устройстве мира, это равновесное взаимодействие двух начал для рождения жизни. И жизнь эта происходит по правде, по определённому правилу, по виде. Вот ключевая мысль, которая протянется через все наши сказы, через все наши объяснения. Это именно тот краеугольный камень, основание фундамента, на котором стоит вообще всё вот это понимание мира. Два равновесных начала. Никто не хуже, никто не лучше, никто не чёрный, никто не белый, ни добро, ни зло. Два равновесных начала, которые устраивают лад в мире. И мир этим ладом и собственно живёт. Когда всё в ладу, жизнь продолжается. Когда лада нет, жизнь может завершиться. Что такое лад? Лад, говоря таким научным языком, динамическое равновесие. Это не статика полного равновесия, это золотое сечение, это золотая середина. Когда всё время в динамике, но находится баланс одного с другим. Только за счёт этого и жизнь происходит. Лад — динамическое равновесие. Вот кому более понятно такой технический язык. И лад между чем и чем? Да в первую очередь между двумя началами. Но они не несут в себе добра и зла. Если мы транслируем эту позицию добра и зла уже прям окончательно, то нам в конце концов придётся выбирать. А кто папа или мама у нас добро и зло? Ну давайте определяться тогда. Я считаю, это неправильная непродуктивная позиция. В мире есть два начала, которые взаимодействуют и которые собственно рождают и двигают этот мир. Вот такая наша позиция. Благодарю за этот вопрос. Я думаю, если мы сейчас начнём разделять вот таким образом, когда что появилось, например, Чернобог и Белобог, что это появилось во времена прихода иной религии, то в этом случае тогда мы можем дойти до того, что таким же образом сказать, что Макош и Мара тоже появились. Я думаю, что здесь так категорично, наверное, сходу подходить-то и не стоит, потому что всегда есть свет, всегда есть мрак, всегда есть взаимодействие, противоположность, и одно без другого существовать не могут. И не просто так сказано в предании, что это близнецы и братья, которые уравновешивают этот мир. Поэтому вот моя точка зрения такая, что так категорично, наверное, что они появились не так давно, может быть, преждевременно заявление делать. Я говорила только как о понятиях, Алексей, понятиях. О понятиях, которые туда были добавлены, да. Здесь я согласен, потому что понятия там были искажены полностью, это переход на личности, уже которые в религиях конкретно преподносится. Трактовка и смысловая нагрузка совершенно исказили смысл и уничтожили как понятие вот эту категорию. Хорошо. Так, ну что ж, в заключении вопрос у меня к тебе. Поскольку завтра определенный день такой интересный, а ты все-таки женщина-ведущая, разбираешься кое в чем, то в этом случае вопрос такой, как девушкам завтрашний день вообще отмечать, не отмечать, мужчинам поздравлять, не поздравлять, потому что многие, наверное, ломанулись в магазин и что-то там закупать, сразу обогатились какие-то предприятия там цветочные и прочее, прочее, прочее. Что ты думаешь по этому поводу? Я по этому поводу думаю, что поздравлять женщин очень хорошее занятие. Поздравляйте каждый день, а женщин и мужчин. Выделять какой-то особенный день на это, ну да, можно, мне кажется, сейчас вот это более сопоставимо с моментом прихода весны. Весна у нас всё-таки женского рода, поэтому давайте чествовать весну, давайте вспоминать о том, что силы природы и силы рода проявляются как в нас, в человеках, так и вокруг. Давайте себя не будем разделять с природой и с окружающим нас миром вообще. То есть да, мы живём в определённом временном цикле и вот приходят какие-то дни, которые проявляют те или иные какие-то интересные события внешнего мира. Сейчас основное главное событие мира это разбудить весну. Заклички весны сейчас идут, обращение к вот этой молодой жизненной силе, к её проявлению, увидеть эту силу в собственной подруге, в собственной спутнице. Но это ли не закличка весны? Когда женщина рада, когда женщина счастлива, она и во внешний мир транслирует эту свою радость, любовь, наполненность, что ма дарит? Живу. Живу надо будить. Поэтому чем чаще вы обращаетесь к живу и поддерживаете её, тем лучше, приятнее жизнь становится. Любите своих женщин, поздравляйте их всё время. А женщины отвечайте тем же мужчинам. Взаимность – это основа лады. А не только в дни пьянки и подарков. Хорошо. Ну что ж, давай тогда будем заканчивать наш сегодняшний эфир, подводить жирную черту, пожелай что-то нашим слушателям и зрителям. Ну, сегодняшний сказ у нас по определённой теме, поэтому, наверное, моё напутствие и совершающие слова будут именно в этом створе. Мы ввели в оборот новое слово и отклик такой вот живой пошёл о выборе трёх вариантов пути, трёх вариантов развития. Я хочу повторить вот это напутствие рода прародителя о том, как сохранить себя в светлой линии, в линии следования его замыслу и как выйти на состояние сотворца. Жить надо по правде до совести, лад до красоту множить, из-за рода родом стать, сородичей своих собирать, в род единый свивать, с родами своими миры свои ладить, да править, подобно тому, как род поступил, по кону, по правде вышней, по виде неписанной. Рода прародителя великую мочтить, уважать, нить путеводную с ними держать и в каждом роде частицу их видеть. Так связь держать рода земного и рода небесного. Я считаю, лучше этого напутствия, наверное, трудно что-то сказать. Хорошо. Итак, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 марта 2018 года среда по одному из старинных шестой день месяца пробуждения природы 7500 126-го лета четверик. Уроки мудрости урок 4 Азмь есть я и высшее я. Эта тема была сегодняшнего эфира автор-сказительница Марина Макарова. Низкий поклон тебе, Марина. Приходи побольше, почаще приноси побольше. Фитилетку не забываю в 2 года уже договорились побольше сказок. Нашим зрителям и слушателям низкий поклон, друзья мои. Очень было приятно зачитывать ваши реплики и сообщения. Было приятно посмотреть в чате, где творился лад да мир так держать. Вместе мы сила, вместе будет всем радостно и будет счастливая доля у всех. На 7 я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. С вами была Народная Славянская Радио Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Народная Славянская Радио Пора просыпаться.